Мы сейчас говорим о нашей недельной главе о том испытании, которое у нас, когда мы были подвержены этому испытанию, я хочу вернуться к той теме, которая очень касается нашего поколения. Я касаюсь этой темы на примере, который вам показатель для очень большей сферы вопросов. Сейчас через 9 дней на Святой Земле будут так называемые выборы. И я когда-то во время выборов, мне довелось заповеди Кибудем, она была больна, я был на нее в Америке, и там еврейские. И они меня спрашивали, за кого я голосую. Я не голосовал, потому что я не был в роде строя. За кого я голосую? И он сказал очень простую вещь. Бахар-то-бахарь. Сказано в Творе, выбери жизнь. Это их очень разозлило. Они думали, что наверно кто-нибудь на трой карты вообще не голосует. Нет, я не на трой карты. Я доголосую. Тут есть одна очень принципиальная вещь. Принципиальная вещь, которой люди часто оступаются и не понимают. Есть тема, которая называется «Единство Творца». Единство Творца, единство его как источник этого мира, как единственный, кто правил этим миром. Есть, кроме этого, параллельная тема для нас – это принятие нами бремя Царства Творца. Это Царство Творца для нас, для этого бремени должно быть тоже совершенно цельным и полным. Есть у Рабейна Йойна в книге Шерей Чува очень такая емкая вещь. Он говорит так, на что похож человек, который принялся всю Тору, кроме одной заповеди? Ну, мы хорошо знаем, что когда желающий принять Тору, не еврей, хочет принять заповеди, он обязанности принять всю Тору. Если не примет какую-то заповедь, даже запрет мудрецов, ведь Геуль не имеет силы. Вещь-то известно. Давайте просто поймем, почему это так. Допустим, Рабейна Йойна так, что есть раба-хозяина, который говорит так. Я спешно, без каждого исполню, кроме одной вещи. Реально, значит, он полностью снял с себя и бремя в бремя власти хозяина. То есть, то, что я хочу, я делаю, то, что не хочу, не делаю. Это я хочу, это я не хочу. Основа Тора для нас – это принятие на себя власти Творца во всех аспектах нашей жизни. Во всех аспектах нашей жизни. Как нам раскрывается власть Творца? Как называется Дат Тора? То есть, с точки зрения Торы. Вроде бы, нет заповеди Торе, за кого голосовать. Есть только одна заповедь – Бахарта-Бахай, выбери жизнь. Но это касается деталей вроде бы. И тут, это сказано, кстати, и в нашей главе тоже, в Гамаре, которая касается. Всевышний дал в каждом поколении… И вначале это были пророки. Они были также величайшими мудрецами Торы. Когда пророки закончились, тогда были величайшие сведущие Израиля, мудрецы Торы. И которые были теми людьми, которые открывают нашему народу понимание, знание, как в этом поколении жить по законам Творца. Седрин Седрин – высший суд. Даже не просто суд. Это высший орган для понимания и решения вопросов Торе. Он называется Торой «Эйнея и да». Правильно, глаза общины. То есть, они видят то, что другие не видят. Правильно, эти «Эйнея и да», глаза общины. Их смысл – это постижение воли Торы, то есть, постижение воли Творца. И на них обязанность нести эту волю народно-народную нашему народу. А на них обязанность принять на себя управление мудрецов Торы. У человека есть очень большое царара, дурное начало. Он очень хочет быть независимым. Хочет быть независимым. Это я буду решать. Это не будут другие, что говорить. Это я буду решать сам. У меня тоже есть голова на плечах. Как будто бы. И тут вот эта независимость – это вопрос, у меня тоже есть голова на плечах. Она происходит, приходит противоречие с великим принципом нашей Торы и приятное себя – бремя Игоя Творца, бремя-бремя власти Творца. Да, у нас есть голова на плечах. Мы должны быть на этой голове на плечах. Это огромная работа, огромный труд. Высокое постигнение, приобретение всего Творца. Постигнуть всё максимально ценно. Уметь её передать в жизнь, в нашей жизни. Это огромная работа. И тут нужны головы, величайшие головы. И постичь Тору. И постичь, как эта Тора переводится в нашу жизнь. Для этого нам дано на нашей голове. У каждого есть своё дело в Торе, что касается его постижения на Торе. Но есть вещи, которых наоборот. Величие наше в том, что мы перед тем, перед Всевышним и тем, кто представляет в этом мире, величайшим взаиме Торы, мы как бы себя отменяем с точки зрения. Не потому, что она ничего не стоит. Просто мы понимаем, что есть нечто выше неё. Выше неё. И более того, это вещь, что мы взаиме на Торе. Сказано, что человек не нашёл, а то, что сказано, что взаиме Торы не вправо, не влево. Эта вещь очень принципиальная, касается очень многих сфер. Реально, есть такая болезнь. Болезнь. Говорит так, раввины должны решать, какое мясо кошерное, какое нет. Какое-какое, какое яйцо с кровью кошерное, какое нет. Ну и тому подобное. Это же касается вещей общественных и тому подобное. Это дело не раввинов. Это бред. Речь полностью противоречит пониманию Торы. Тора – это всеобъемлющая воля Творца. И только те, кто Тору носят, они могут раскрыть нам точку зрения Торы на наши события. А не каждый скажет про себя, я тоже всё понимаю. Я хочу спросить того, кто уже всё понимает. А серьёзный глубокий тост вот ты уже умеешь разобрать? Ты уже понимаешь его? Понимаешь его уже? Я говорю, что ещё нет. А реальная ситуация в нашей жизни, она разве легче, менее понятна, более понятна, чем самый тяжёлый Тософот? Есть парадокс. Люди, которые буквально не понимают, не могут разобраться в серьёзном месте в Талмуде. Это без претензий к ним, это ведь тяжело. Это и претензия к ним. Но они уже считают априори, что какие-то общественные дела, которые зависят от нас, зависят судьбы нашего народа, они тут понимают лучше других. Они уже понимают. Так вот, есть тут просто сторона недалёкости. Но мне это волнует. И волнует просто одно принципиальное понятие, что точно так же, как еврей, которые принимают из себя еврейство, которые должны брать полностью исполнение всей Торы, смысл этого того, чтобы его жизнь освящена жизнью по Торе, то и наша жизнь, даже еврей, он тоже должен быть жить по Торе. Не только тот, кто принимает еврейство. Истинная жизнь, даже как и правление Всевышнего, он един, правление его едино и власть его едино, то на нас есть обязанность принять его власть на себя, искать во всех сферах жизни мнение Тора по этому поводу. А его носителям является только Мудроцветовым, чем величайший Мудроцветовым. И как мы можем отыскать ответ на вопрос, за кого голосовать? Понимаете, я сейчас не занимаюсь политикой, если правильно. Я не хочу касаться деталей, за кого голосовать. Это моя тема. Но реально есть, ну, я напишу просто пример. Я как-то раздельно обсуждался бы и с Камзельбером. Такое очень просто, я голосую за государство Исраиля. Я говорю, почему? Потому что там такие-такие травины. Газод голосовать. Просто. И тут большое правило есть. Когда есть, допустим, разногласия. Я не говорю про разногласия, политика. Меня нас вообще не волнует эта вещь. Мнение Романим – это мнение, это точка зрения. Мнение политиков – это спекуляция. Ну, допустим, есть разногласия. Мудроцветов, кто раз за кого голосовать. Разногласия. В котором есть, есть, есть большое правило. Надо посмотреть, где находится большинство. Находится большинство. Всегда бывали разногласия между сами Торы. Даже особая тема в Торе называется «Закен Мамры». Какой-то мудроцвет Торы не послушался высшего суда. И реально, то есть, общее это понятие в Торе сказано, что Аграя Библия – идти по большинству. Она означает, что есть несколько подходов. Просто как из-за их подходов мы получаем «Да, Тора». Что мы хотим с тем выше, когда есть противоречие между величайшими связочными Торы. Как нам жить? Он говорит так, он говорит так. «Ну и там Тора – иди за большинством». Конечно, большинство – это не измеряется большинством людей. Это не вопрос выборов. Ведь большинство мудроцветов Тор находится примерно на одном и том же уровне. Если, допустим, противопоставить… Можно всегда найти много-много людей, которые называются раввинами, они говорят против этого. Есть просто уровни. Понимаете меня? Простой пример. Есть ведущий мировой специалист по медицине в этой области. Есть против него точки зрения 10 мнений, не успевших кончить в мединститут врачей. Ну, понятно, что она не имеет никакой силы перед мировой специалистами. Это ведь очевидно. Тора самого Тора. Есть величайший святощий Тора, знающий всю Тору. И имеющий опыт, как Тору раскрывать общественную жизнь. Живущие общественные проблемы нашего народа. То их решение для нас является… Оно раскрывает перед нами волю Творца. И пусть даже найдется еще, допустим, люди, которые не на их уровне, даже их будет много. Они не равна ценны, чтобы им противостоять. Опять же, всегда, чем можно сказать, а вот тот, этот равен больше, а с которым мы знаем, вот этот равен больше. Знаете, всегда есть сарай, всегда место, где можно, так сказать, протиснуться. Это понятно. Но, я думаю, в целом, наш народ знает своих великих в целом. И человек будет истинно перед собой, и там тоже будут знать, кто наши великие учителя. И, мол, что мы считаем, это же очень простой способ. Ну, допустим… Думаю, что здесь у вас четверо из толстыш рун, да? Да. Вот этот бензин зимбер, простите его, Владимир Шраф, простите его, чем далеко ходить. А здесь сейчас принципиально, я сейчас не занимаюсь темой выборов, это правильно. Выбор просто для меня это… В этой теме прорывается проблема, которая есть у многих людей, что они хотят принимать тоже себя, но не полностью. Не полностью. Мы хотим, да, мы хотим собрать шаббат, кашрут, еще многие важные вещи. Но то, что касается общественной жизни, мы сами решим, что правильно, что неправильно. Эта вещь противоречит тому, что принять для себя власть и власть творцам. Вещь надо просто знать и понимать. Что нам Тора заповедовала обращаться к властьям Торы, слушаться их и идти за ними. Они называются Иная Еда. Они действительно нас раскрывают за Дат Тора. И об этом есть намек в нашей главе. И сказано, что каждый, кто искал Всевышнего, он приходил к шатру Моше. Это был период, когда Моше спустился после разбития скрижалей, и он оставил свой шатер вдали от стана Израиля. И сказано, что тот, кто искал Всевышнего, он приходил к Моше. И об этом, когда приходит Раша на месте, и об этом говорит источник Раши, это Морамас, этот проход. Суду вводим, что каждый, кто ищет получить Тору от Модельца Торы, это равноценно, потому что он хочет получить Тору от Всевышнего. Значит, вот просто одну принципиальную вещь. Я не разу об этом говорил, что-то еще раз. Есть у нас великое достоинство, здоровое нам Всевышнего. Это право выбора. Право выбора и обязанность выбора. Об этом сказано у Бахарта Бахаи, выбери жизнь. Об этом пишет Робейн Йойн, что великайшие достоинства дали нам, как заповедь стола. Это Малата Пхера, возможность выбора. Просто как выбирают? Как это выбирает жизнь? Как это? Понимаете, весь мир думает, что он выбирает. Он не выбирает. Выбор большинства мира, он очень подобен, я просто вам процитирую, очень обидные слова, которые сказал Рамон Шапир. Он сказал это так. Он сказал это про себя. Ну, поймем это, что касается нас. Его это как раз на уши не касается. Он сказал так, на что похоже на наш выбор, он сказал. Есть два мусорника. В мусорнике есть яство для кошек. Остатки рыбы, остатки мяса, косточки. Пройдите, если вы сможете, там всегда есть много котов. Вот стоит кот, и поднимите два мусорника. Надо выбрать куда идти. В этот или в этот. Все его инстинкты надо строить расчет, где он лучше позавтракает, или пообедает. Это выбор. Он выбирает. Это омусорник. Омусорник. Он сказал там так, очень обидные слова. Сейчас наш выбор напоминает именно выбор этого кота. Почему? Выбираем, где можно больше заработать, больше получить удовольствие. Где нам будет выгоднее, приятнее, и так далее, и так далее. Не это называется выбором в Торе. Выбор в Торе это... Что такое Хаим? Что такое жизнь? Хаим сказано Хаим Верацойну. В его воле это жизнь. Это Тилим, 30 глава. Хаим Верацойну. Когда мы выбираем... Когда у нас есть какие-то... Вопрос под нами стоит. Как нам будут решить? И мы ищем в этом вопросе, как нам поступить по Торе. Как... Как... У нас есть какой-то спорный вопрос. Что там хочет Всевышний? Если мы вопросы задаем, это уже начало выбора. Это еще не конец, но, если бы начало. В большом счету, это вообще вещь, которая стоила много задуматься и напомнить о себе. Напоминать о себе, что мы что делаем. Надо задуматься. А то, что ты хочешь Всевышний или нет? Может, хочешь на чего-то другого? По крайней мере, у нас спорный вопрос. Знаете, когда человек идет утром молиться, вдруг думает заново каждый раз, хочешь на Всевышнего, если сейчас делать фильм, пополнился. Это уже интересно, что хочешь. Это воля Творца. Есть спорный вопрос. Мы не знаем, как поступить. Тут, наверное, поставить свой четкий вопрос. Задуматься, а что нас хочет Всевышний? И вопрос будет честным и последовательным. Мы захотим постичь волю Творца. Есть у нас обещание. Обещание – очень важное обещание. Сказанное, сказанное нашими дельцами в Талмуде, изучаем из Торы, из Писаний, что по пути, как человек идет, все очень ведет его. Если человек будет искать, представьте, как эти воли Творца, у него будет помощь свыше – это волю постичь и понять и подняли жить. Вот основа выбора – это искать воли Творца. Конечно, ищет воли Творца, и когда постигает, он выбирает это. Это и есть Малата Бхила – достоинство выбора. Просто маленький пример. Пример очень страшный. Пример страшный. Очень жесткий, четкий пример того, что мы сегодня говорили. Год назад был принят, в крайней мере, антизакон против ТОР, который обязывал, короче говоря, законно давал право в некоторых ситуациях, если шиботник отказывается в армию, вы его отправите в Тюрягу. Поэтому принят такой закон. Страшный вид в том, что принят страшный закон. Почему страшный? Давайте просто поймем. Принят закон принят людей, люди не религиозные, и только они. Но что с них взять? Что с них взять? Надо молиться за них, чтобы независимо Всевышний дарвал им веру, пощадил их, помиловал их, дал понимание в ТОР. Но те, кто пробивали этот закон, люди в Кипахе. Сейчас здесь в Кипахе. Я ничего нового не говорю. Очень известно. Давайте просто посмотрим, а что было в их внутренних головах? Практически все мудроциторы, даже из их лагерей, не только из этого, были против калитической технического закона. Как может быть, если человек, вроде бы, религиозный, он даты работы такого закона. Очень просто. Вот это элементарное еврейское понятие, что нам вон этот процесс схват мудроциторы. Это касается всех аспектов нашей жизни. Вот в этом месте они отрицали то. Это очень просто. Может быть, у этих человек в Кипе и не принимают то. И не принимают то. Надо вещь просто понимать. Я не понимаете, я сейчас не собираюсь никого обвинять. Если мы так были воспитаны, эта система давно исходит из теории, что нам не будут говорить, что нам делать. Это вещь не новая. Она не начала сегодня. Я еще просто хочу объяснить просто эту корень этой болезни. Это болезнь, это очень тяжкая болезнь. Это раковая болезнь. Потому что основа еврейства – это принятие воли Творца. И вот это касается всех аспектов жизни. А воли Творца раскрывается только одним способом. Величайшим ударцами Торы в каждом поколении. То, что записано, уже записано. То, что не записано. Здесь есть устная Тора. Есть величайшие сведущие Торы, которые в каждом поколении нам раскрывают, как нам жить. Это были Хабетсхаимы, это был Хазуныш, это был Рапшаха, это были еще Гризи и многие другие. И эта вещь принципиальная, нужно просто понять, что нам надо в этом мире исполнить заповедь Торы в Бахарда Бахаи. Выбери жизнь. Выбери жизнь. Он построен на желании исполнить волю Творца. На предопрещении себя полностью воли Творца. И в частности, знать, где нам эту волю искать. Это у великих сведущих Торы. Еще бы готов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...